Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодняшняя тема, как повысить приживаемость вот этой молодой рассады перца при пикировке. Вот сегодня 27 февраля и я заканчиваю пикировать свою рассаду перца, самую первую, самую раннюю, которые будут расти у меня в теплице. Вчера я снимала видео на тему пикировка, зачем она нужна, и я показывала, как я пикирую из общего лотка вот в отдельную. Я напомню, что пикировка это пересаживание вот этой вот молодой рассады подросшей из общей тары по отдельным стаканчикам, кассетам или в более просторную тару. Если в первоначальном лотке у меня было посеяно 200 сеянцев, я вчера показывала вам загущенные посевы, как они взошли хорошо, как выросли, вот они у меня выросли, они достигли фазы двух настоящих листьев и пришла пора их пересаживать. И вот если первоначально у меня их было 200, то вот в этом, после пикировки, их будет 45-50 в каждом лотке. То есть один лоток я раскидываю на много вот таких более просторных. И вчера темой урока было именно вот то, нужна пикировка или нет. Я рассказывала, что я всегда пикирую, что пикировка мне нужна для отбраковывания слабых и больных, что во время пикировки я осматриваю всю корневую систему, чтобы не было корневых гнилей, удаляю кончик, отщипываю для того, чтобы корневая система ветвилась и боковые побеги стимулировались корни. Но сегодня я буду освещать эту пикировку с другой стороны, потому что именно пикировка пугает начинающих. Да, это сложный процесс, нужно проводить его аккуратно, нужно знать сроки, нужно знать условия содержания после пикировки. Но всё-таки это не так страшно, как думают многие начинающие огородники. Но всё-таки часть садоводов-огородников считает, что пикировка, она... Извиняюсь. Что пикировка, она замедляет рост растений, что вот эта корневая система у младых хрупкая, они болезненно переносят. Да, всё это так. Но, если мы подходим к этому, ну как, всё изучим внимательно этот вопрос, подойдём к этому внимательно, с умом, то пикировка может пройти менее болезненно для рассады. Вот как повысить приживаемость? Вчера я показывала, когда я прям из одного лотка в другой перекидывала, и сразу-сразу-сразу, это когда нет времени. Когда есть время, то можно помочь молодой рассаде и погрузить её на 2 часа. У неё, короче, между первым и вот этим вторым лотком будет 2 часа в питательном растворе, повышающем приживаемость растений. Как выбрать этот раствор? Вот из всех стимуляторов, из всех вот этих вот наших помощников мы выбираем именно те, на которых написано, вот написано приживаемость 100%, на которых есть строчка активация корнеобразования и роста. Вот, например, у нас есть активация корнеобразования и роста и повышение устойчивости к болезням. Если это средство выступает как корнеобразователь, да даже вот здесь написано активатор корнеобразования и роста, то разведя это средство по инструкции и поместив там вот эти сеянцы, мы облегчим, уменьшим, во-первых, стресс, который испытывают растения, когда мы с одной, с одного грунта пересаживаем в другой и во-вторых, стимулирует образование корневой системы. Вот, пожалуйста, энерген. Вот написано рассада овощных культур. Погружение корневой системы в рабочий раствор перед посадкой. Это значит, что погрузив в этот раствор нашу рассаду, мы поможем прижиться этой хрупкой молодой рассаде на новом месте. Такое же свойство имеет циркон. Нужно выбирать внимательно, потому что средств у нас много, но именно перед посадкой стимулятора корнеобразования это не все. Вот здесь написано. Ускорение корнеобразования и укоренение. Замачивание черенков. Если вот эта запись есть, значит можно применить и для нашей рассады это средство. Ну и, конечно, гуминовые. Гуминовые удобрения, все вот жидкие, которые, если их посмотреть, то большинство из них, вот здесь вот на темном фоне написано мелко-мелко-мелко, но я вам прочитаю, видно все равно. Ускоряет прорастание семян и приживание рассады. Способствует выращиванию здоровой крепкой рассады. Если вот это мы, Аннушка, я летом показывала сухое удобрение, а это именно вот жидкое, органическое гуминовое удобрение, если мы разведем его по инструкции и поместим туда на 2 часа нашу рассаду, то она тоже очень быстро, не быстро, а быстрее и легче приживется и меньше будет болеть. Остальное все по схеме, как я вчера показывала. Я размечаю лоток, рассаживаю всю свою рассаду. Вот она у меня 2 часа уже постояла здесь. Заглубляю до 7 долей. Многие начинающие огородники боятся этой процедуры, они боятся повредить корешки, ну и стараются как-то, некоторые даже из-за этого не выращивают перцы и баклажаны, потому что боятся пикировать, ну пугает их эта процедура. Но если все изучить, узнать, например, в какие сроки, вот оптимальный срок это 1-2 настоящих листа, можно и в фазе 2-7 долей, но вот это самый такой срок традиционный, когда мы, садоводы-любители, высаживаем свою рассаду. В пикировке нет ничего сложного. Если вы еще поможете своим растениям, вот замочите их в корнеобразователи, в стимуляторе роста, они, перцы молодые, они почти не замечают этой, ну как, пересадки. Они тут же буквально на 2-3 день уже начинают снова расти и догоняют тех, которые не пикировались. Но зато во время этой пикировки мы отбраковываем все больные растения, все растения с плохой корневой системой. Я вчера говорила, если коричневый корешок, мы его сразу выбрасываем. Не надо садить нам хилые и больные растения. У нас останутся только лучшие из лучших. Именно они дадут нам самый богатый урожай. После полива, ой, после посадки, я вчера уже говорила, что общий полив не делаю. Сейчас полью вот так вот их под корень каждый. И все. В этом лотке они будут расти целый месяц. Вот это была тема пикировки, но именно освещена с другой стороны, со стороны, как повысить приживаемость наших вот этих молодых семенцев, как помочь им вот этот стресс пережить легче. Используйте, пожалуйста, активаторы корнеобразования, различные средства. Сейчас средств очень много, они вам помогут, и у вас рассада получится здоровая, крепкая, ну и естественно, хороший урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова, пикировка перца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...